Девушки отдыхают 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 отличаются? Не отличаются. Ну вот если по окрасу был бы вопрос, то они не отличались бы. А так все-таки самец чуть-чуть крупней. Да, я, кстати, удивился. Я вбиваю фамилию и смотрю, а там вот я гусок, ты гуменник, и мы сегодня вот против пустового нормально сработаемся. В общем, вы объединились, чтобы победить, да? Тут нет победивших. Согласен. Итак, вопрос номер два, Петя. ПП расшифровывается как правильное питание или произвольная программа? Ну, для меня произвольная программа. Но за правильным питанием, я так понимаю, ты тоже следишь, как и все спортсмены. Да. Или двойной риттбергер порой можешь себе позволить после турнира. Чизбургер. А, да, точно. С сыром. Так, так, ладно, я еще не ужинул. Так, первый олимпийский чемпион в истории нашей страны Николай Панин-Коломенкин. Ты прекрасно знаешь, кто это. Он выиграл золотую медаль на зимних играх или на летних? На летних. Абсолютно верно, да, потому что в то время еще... Хотя вот такой парадокс, да? Да, фигурное катание. Вроде бы это зимний вид спорта, но зимние были только с Шамуни с 24-го года, а это был Лондон, по-моему, 908-й. Ну, ладно, давно это было. Ты как раз только родился. Да, да, я еще... Петя, продолжаем вопрос. Номер четыре. Что общего у фигурного катания и морских деликатесов? Тут даже без вариантов ответов он просто мерзавец. Взял вот так вот. Я без понятия. Да тут сложно действительно, но предположим. Ну, сложно. Сложно. Давай пофантазируем немножечко, что это может быть. Ну, с водой что-то связано. Что с водой? Издалека такой небольшой намек. Это связано с креветкой. Есть какой-то элемент в фигурном катании, который называют креветку? Либело. Ой, простите. Может быть, Либело... Вот я не знаю, что значит Либело Си Эф. Да, действительно есть такой элемент? Си Эф нет. Но Либело есть. Либело есть. Как всегда, Дима, выдумываешь что-то. Но похож он на креветку? Почему его так называют? Да нет, вообще не похож на креветку. Это довольно ровная позиция. Значит, это придумали какие-то люди далекие от кулинарии. Или кулинарии. Или кулинарии, да. Кто из фигуристов-мужчин выиграл наибольшее количество золотых олимпийских наград? Евгений Плющенко, Юдзюру Ханю, Елис Графстрём или Джон Карри? Или Джим Керри. Или Стэв Карри. Или Стив Керр. Не будем набрасывать. Так, ладно, да. Так, но предположу, что Плющенко. У Плющенко сколько золотых? А, именно золотых или вообще медали? Тут золотых, да, да, да. Золотых. Тогда Ханю. Близко, но представляешь, давным-давно вот, примерно сразу после Панина Коломенкина был такой Елис Графстрём, вот он швед, и он выиграл, представляешь, он, во-первых, единственный в мире олимпийский чемпион и по летним, и по зимним. Он в боксе еще, представляешь, помимо фигурного катания. Казалось бы, вообще на разных полюсах. И у него три золотые медали. У Плющенко, получается, две, да? Но он не одиночник был. Одноличная, однокомандная. У Ханю две в одиночке. Джон Карри это тоже давно было. Так что вот, получается, да, Елис Графстрём. Я предлагаю последний вопрос и завершить наш блиц. Итак, Петя, кто из фигуристов установил рекорд по количеству баллов в произвольной программе? Кому сейчас принадлежит? Нейтан Чен. Кому? Нейтан Чен. Абсолютно верно! Совершенно верно. Ну что, конечно. 216,02 балла. А я знаю. Что же, супер, справились на отлично еще? Да, 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 ты вообще большой молодец. И теперь поговорим о виде спорта, где гуменник, он не ныряет в воду, а изящно по ней скользит. Итак, начнем мы с чемпионата России 2022 года, который завершился не так давно. Расскажи, что там произошло. Ты лидировал, но в итоге стал вторым. Вы набрали одинаковое количество очков с Евгением Семененко. 295,07. Как так получилось, что тебе все-таки дали второе место? Ну, да, правильно. В короткое у меня был большой отрыв. Баллов 5. В произвольной я допустил одну ошибку. И так получилось, что баллы сравнялись за обе программы. И после этого, когда одинаковые баллы, там где-то в каких-то документах прописано то, что после этого смотрят на баллы за произвольную программу. Только за нее. И кто выиграл по произвольной, тот получается и в сумме в итоге побеждает. Одинаковое количество баллов вообще было до этого когда-нибудь в истории чемпионата? Вот с новой системой судейства я даже не помню. На крупных соревнованиях такого не было. В тренерской ты 100% победитель тоже. Вот у нас нет регламента вот этого, который по произвольной. У нас вот если ты набрал столько же баллов, сколько и лидер, то все, ты чемпион. Так что в тренерской ты у нас чемпион России. Расскажи из ближайших турниров, к чему вы сейчас готовитесь? Сейчас готовимся к завершающему для меня чемпионату. Такому крупному всероссийскому. Это финал Гран-при России. Пройдет как раз в Санкт-Петербурге. Его перенесли из Сочи. И это будет 5 марта. Родные трибуны должны помочь, как считаешь? Да, конечно. О, вот как раз кадры выступления. Кстати, что это за программа? Это показательная программа, которую я сделал из своей короткой, ну вот со своим хореографом. И на нескольких соревнованиях, когда приходилось катать показательная, я именно ее и катал всегда. И ну вот сейчас я как раз ставлю новую программу показательную для соревнования по показательным программам. У меня наконец-таки будет настоящая показательная. О, очень приятно. Расскажи, какие твои любимые элементы, какой может быть самый сложный вот на сегодняшний день? Ну, элементы мои любимые, это прыжки. Тот, который получается, тот мой любимый, потому что это такая динамическая ситуация, что бывает дни, когда получается на правой ноге там лучше прыгать, бывает дни, когда на левой. Четверной лутц? Четверной лутц это самый сложный, который, да, я делал. Сейчас в Америке есть Илья Малинин, он четверно-аксель еще прыгает. О, это считается еще сложнее, чем лутц получается. Вот, он первый его, да, прыгнул, единственный пока. Вот. Ну, ты хочешь его переплюнуть там в этом видео? Я всегда, когда ответ будет в тренере, скажет такой вопрос, конечно, нет, мне хватает того, что я имею. Да, прости. Ну, попробовать стоит. Все получится. Кстати, рост, насколько играет роль, потому что с виду это еще изящнее, чем вот я просто видел маленькие девочки, когда вот выступают, тоже все красиво, все изящно. Но у тебя рост, по-моему, 171, и вот сейчас я пригляделся весь в черном и как-то вот захватываю. Я всегда думал, что рост в фигурном катании не играет особой роли, там, в волейболе понятно, что он играет, в баскетболе. Неужели в фигурном катании? Чем выше, тем сложнее получается, или как? Ну, во-первых, 183. Вот. О, интернету больше никогда не верим. Ну, я пока не вырос, тоже думал, что маленьким гораздо легче прыгать, элементы исполнять, ну, и вес меньше. Но когда вырос, понял то, что это мне только помогает. Ну, и сейчас вот новое поколение, мои соперники, они тоже немаленькие, так, не знаю, выросли, и нам это не мешает. Ну, здорово. Про тренеров, в тренерской мы обязательно тоже должны поговорить. Ты ведь у величайших людей начинал, да, можно сказать. Алексей и Татьяна Мишина, да, сейчас тренируешься у Вероники Дайнека. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, насколько сильно отличаются подходы? Или же, может быть, Вероника Дайнека тоже проповедует примерно то же самое, что и Чита Мишина? Ну, подход отличается, но не сильно. Как, ну, у каждого человека свой подход к работе есть. А Вероника Анатольевна, она у Мишина тоже тренировала какое-то время, так я ее и узнал, и поэтому решил к ней пойти. Тебя также дистанционно консультирует Рафаэль Рутюнян, да? Да. Что полезного от этой коллаборации, от этого сотрудничества для себя почерпнул? Ну, технику. И вообще, насколько сложно дистанционно у кого-то обучаться? Ну, довольно сложно еще, учитывая то, что у нас разные часовые пояса, и когда у меня тренировки, там, в Лос-Анджелесе ночь, и поэтому приходится, ну, уже после тренировки обращаться со своими проблемами. Рафаэль Рутюнян, это не тренер Анатолина Чена, случайно? Как раз он. Да? О, отлично! Он тебе подскажет, как перебить его вот этот рекорд, про который Дима в Блице рассказывал. Отлично, это ждем. Так, пометили. У меня небольшой вопрос по поводу хобби. Ведь не все время ты уделяешь тренировками. На что еще хватает времени? Я знаю, ты увлекаешься музыкой. Да, увлекаюсь музыкой. Ну, в основном, то время, которое не занято тренировками, я использую на обучение в университете. Вот. А если хочется от всего отдохнуть, то играю на пианино. И вот в апреле буду даже на концерте участвовать. Как тебе в университете, кстати? Одногруппники знают, кто ты такой? Как-то уделяют внимание? И ты выбрал не самый простой университет. Это университет ИТМО? Да. Почему его? Ну, так, про одногруппников. Ну, я им рассказал, кто я. Поэтому теперь я не знаю. Это хорошо, так. Вот. А ИТМО выбрал, ну, потому что это, как по мне, оказался самый лучший университет в Санкт-Петербурге, куда я смог пройти. Здорово. А кем ты будешь когда выпуститься? Информатиком и вычислительным техником. Вау. То есть ты действительно все понимаешь и в компьютерах, да, и во всем этом? Ну, к концу обучения точно буду понимать сейчас. Пока только первый курс, пока только начало, да? Да. Вчера мы отмечали день зимних видов спорта в России. Ты как-то отмечал это? Ну, я только сегодня об этом узнал. Ну, вот. Вчера, наверное, была тренировка, наверное, нет? Да, тренировка. Ну, вот ты отметил тренировку, праздник. Как и полагает всем зимним спортсменам. Да, да. Ну, что ж, друзья, мы сейчас, может быть, аккуратненько прервемся. Прервемся, но мне хотелось вот последний передвиженный вопрос задать. В одном из интервью о подарках, о самых необычных подарках от болельщиков, которые ты получал, ты говорил, что тебя удивил гусь в твоем костюме. Да. Да, вот после этого было что-то такое неординарное, что тебя удивило? Ну, гуся не переплюнуло еще ничего. А это настоящий гусь, что ли, был? Нет, настоящий. Плюшевый гусь, да, но там сверху была такая... Костюм у него очень похожий на мой. О, круто, круто. Друзья, пианист, точнее фигурист Петр Гуменник у нас в гостях, и вы в тренерской на телеканале 78. Или в филармонии, мы пока еще не до конца понимаем, где мы находимся. Но в любом случае, Петь, мы начинаем с рубрики «События недели». Вот скажи, что для тебя на этой неделе было самым таким главным, ярким, может быть, эмоциональным, может быть, не из мира спорта, может быть, там, зачеты скорой или что-нибудь такое? Может, ты какую-то новую композицию выучил на пианино как раз? Учу новую композицию. На этой неделе я вышел на лед после болезни недельной, и для меня это было самым ярким событием, потому что уже за предыдущей неделе успел соскучиться. Я думаю, все воречки успели соскучиться уже по тебе на льду. Да, желаем крепчайшего здоровья, чтобы не пропускал, да, чтобы все время радовал нас. Костя, для тебя что стало событием недели? Для меня стало событием недели, боже, это уральское турне «СКА». Друзья, да. И почему я не удивлен? Абсолютно нет, потому что мы отработали каждый матч. В первой игре армейцы почти отыгрались со счета 0-3 в Магнитогорске. Потом они грохнули автомобили с 5-2 в Екатеринбурге. А вот это мы смотрим кадры как раз. Каждый раз «СКА» выходит вперед, и болельщики там здорово поддерживали. Но где-то там в этой перестрелке с авангардом в самом конце вмешались судьи, представляешь? Есть большие вопросики к ним. Они удалили Пашнина, хотя он легально от стекла выбросил шайбу из своей зоны. И коньком даже линейный арбитр, или главный арбитр, выводили шайбу вдоль бортика. Попало ему в конек, откатилось человеку, который нам победную шайбу забросил за пару минут до конца. Так что если не вот эти люди в полосатых пижамах, то в принципе армейцы бы выиграли у авангарда. Но ничего, хорошо, что сейчас, да. Расскажи, близок ли тебе вид спорта, такой как хоккей, может быть, бывал на матчах «СКА»? Ну, немного близок, так как я тоже на льду катаюсь. Но смотрю довольно редко. Когда в юбилейном катался, там иногда проходили тренировки, матчи, я не помню, матчи там «Динамо», по-моему, питерские играл. Но иногда тренировался «СКА» и тогда я смотрел. А вот как вот ты оценишь, вот ты видел сейчас несколько кадров, как хоккеисты, они круто катаются? Или где-то все-таки у них, может быть, и не до конца техника? Ну, значит, с точки зрения фигурного катания. Да, да, да. «Скейтинг скиллз» я бы на шестерочку поставил. Из десятки? Ну, это хорошо, на самом деле. Ну, это хорошо, правда. Кто-то из хоккеистов, кстати, в детстве занимался фигурным катанием именно для того, чтобы сразу катание себе поставить. Что бывает наоборот? Из фигурного катания переходят в хоккей, нет? У тебя не было никогда такого желания? Ну, это так и есть. То, что вот как раз вы рассказали про того хоккеиста, вот, видимо, бывает. Но среди моих знакомых никто в хоккей не ушел. Ну, если что, можем хотя бы помочь сходить на хоккей как-нибудь разочек. Ну, а для меня событием недели, как ты можешь догадаться, стал покер Криштиана Роналда. Да, да, да. Он оформил покер в матче с Аль-Вахда-Мекка. Ну, я думаю, с Барселоной ты скажешь, а тут какая-то Аль-Вахда-Мекка. Это всего лишь чемпионат Саводовской Аравии. Он пробил отметку в 500 голов на клубном уровне в чемпионате для Криштиана. Эти голы стали 500-м, 501-м, 502-м и 503-м в карьере в чемпионатах. В финальсе опять. Ну, понятно. Ну, поэтому показатели вообще Криш занимает 5-е место в истории. И топ-5 выглядит так. Пеле, Ромарио, Йозеф Битсон, Фернс Пушкаш и Криштиан Роналду замыкает. Но смотри, что здесь. Даже вся аравийская саранча собралась посмотреть на одного из лучших бомбардиров в истории футбола. Кстати, Дима, знаешь, в честь кого Артем Дзюба взял свой номер в локомотиве? Си! Конечно, знаю. Молодец. Я правильно понял. Да, рубрика номер недели. И здесь как раз 22 всегда было у него на спине. А теперь это 7. Да, кстати, есть у фигуристов какие-то такие суеверия? Вот хоккеисты, я знаю, очень суеверные люди. С какой ноги встать на лед? Что касается номеров, там тоже. Так, отдай мне свой номер. Это мой всегда номер, я под ним играл. Вот что-то такое. Насколько вы суеверные люди, фигуристы? Ну, есть какие-то ритуалы, которые помогают более уверенно и спокойно выходить на соревнования. Ну, каждый свои вырабатывает. Ну, довольно часто, да, это завязать конек в какой-то последовательности. То есть сначала правый, потом левый. Или наоборот. А с номерами по выступлению, то есть каким выступаешь? Как-то есть такое, что нет, только не 13-м там или что-то такое? Ну, обычно не хотят спортсмены, фигуристы выступать первыми. Первыми, да. Потому что сразу после разминки не успеваешь морально подготовиться. Ну, и последним тоже не очень, потому что уже после разминки проходит 30-40 лет. минут и заново, считай, можно размяться. Мне кажется, первый, наоборот, хорошо. Ты размялся и сразу можешь выступать. Ну, это экзамены в университете хорошо сдавать. Первым вышел, стрелялся и пошел. Наверное. А вот черное лезвие коньков, это можно отнести к ритуалу к твоему? Ты так выделяешься на фоне других? Ну, да. Мне, конечно, нравится то, что у меня такое оригинальное лезвие. Но в основном я его выбрал, потому что оно легче. Оно из карбона сделано. Обычно из стали выполняют. Так, это вот не те коньки, если что. Это не Петра. На всякий случай. Ты решил уточнить, да, для всех зрителей? Ну да, зато там это... Где там черное лезвие, я сейчас подумаю, зрители. Но на самом деле Дзюба-то за Зенит еще бегал, да? Мы вот про Дзюбу как-то начали. А Зенит вообще сейчас тренируется в солнечном катере. Там был чемпионат мира, и Зенит такой, о, в этот дух надо туда ехать. Там мы чемпионскими эмоциями Месси тоже возьмем себе заряд на остальную часть сезона. Как у тебя на самом деле с... Не с Зенитом даже, спрошу. На новом стадионе, наверное, был? На Крестовском острове, правда? Разочек. Нет. Нет еще? Да. Ничего. Атмосферу придешь как-нибудь, да. Атмосферой тоже насладишься. Сборы. Вот видишь, Зенит в Катар едет. А у фигуристов там же не обязательно в жаркие страны ехать. Наоборот, где похолоднее, там получше. Ну, мы ездим в разные страны. Ездили раньше. Сейчас мы сборы в России проводим. Но там главное даже не какие погодные условия, а немного так сменить обстановку, чтобы что-то поменялось, разнообразить тренировочный процесс. А сборы на Байкале, грубо говоря, никогда не было желания провести? Или ты был на Байкале, вот катался на коньках? Ну, вот я не был вообще на Байкале, и поэтому, наверное, такое желание есть. У Пети после тренерской, да, пункт. Сходить на стадион на Крестовском острове, на Байкале покататься на коньках. Ну что, это здорово. Другой Зенит, но тоже чемпионский. И обыграл самую доминирующую команду, между прочим, на этом деле. Я так понимаю, что ты сейчас про баскетбол. Нет, нет, этот вид спорта. А, да, смотри, баскетбол. Нормально один ты. У ЦСКА до встречи с чемпионами было 24 победы и ни одного поражения. А в итоге 90-86 в пользу действующих чемпионов. Синий, бело-голубых. Ух. У тебя было, Петь, кстати, что ты приезжаешь на соревнования, и там такие, о, вот этого парня никто не победит. Вот он прям номер один, все. Так, Петь, ты, наверное, там за тройку поборешься, а ты хоп, и побеждал. Обычно я был тем парнем, которые не хотели бороться. А сейчас у нас в мужском фигурном катании, одиночном, все заранее говорят, что тут вообще неизвестно, кто может быть первый, кто может быть последний. У нас постоянно очень рандомно получается. Но так же интереснее, да, чем есть какой-то один лидер, и все как-то стремятся его там сенсацию совершить в игре. Лучше, когда вот все ровненько. Ну, как в ЦСКА, о котором ты сейчас рассказал, 24 победы подряд, ну, уже как-то неинтересно было, да, все уже знали, кто победит. Но Зенит взял и прервал эту серию. Ой, жду финала поскорей. Так, у тебя там тоже про баскетбол, да, есть? Да, 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 рубрика «Обмен недели». Дюрант в Фениксе, Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг перешел в Даллас и сыграл сегодня, кстати, первый, не первый матч, но первый с Лука Дончичем. И Уэстбрук отправился в Юту. Его уже назвали лучшим дедлайном в истории НБА. Вот этот весь произошедший обмен. В фигурном катании как дела обстоят с обменами, с трансферами? Да, некоторые из них попадают в заголовки, мы прям видим, там, одна перешла к другой. Или там какая-то... Как это вообще работает? Мы просто не особо знаем. В футболе, в баскетболе знаем. У нас фигуристы представляют, прежде всего, ну, себя, если на внутренних соревнованиях, если на международных, то страну. А клуб, он редко фигурирует в соревнованиях. Поэтому, ну, это скорее переход просто к другому тренеру, когда хочется поменять что-то. Но твой переход от Мишиных как раз к Дайнека был такой безболезненный, все, да? Да. Вот, это главное, чтобы все были довольны. Так, с переходами в фигурном катании мы разобрались. Цифры недели, друзья. Это моя любимая рубрика «Широкая улыбка». 38 390, все верно, Дим? Ты каждое очко посчитал Леброна Джеймса. Король стал номером один по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче против Оклахома «Сити Тандер» он набрал 38 очков в 38 лет. Дим, ты, кстати, вот вопрос тебе. А ты знаешь, что по очкам Леброн-то уже давно в лиге стал лучшим? Нет, не знал. Я знаю, что в матче против Оклахома он стал лучшим в истории. Да, но здесь есть одна ссылочка такая в регулярных чемпионатах. Вот в Америке они разделяют плей-офф регулярные чемпионаты. Поэтому вот этот рекорд Карима, это именно по регуляркам. В плей-офф Леброн уже давно первый. Если сложить эти очки, то он Карима уже обгоняет не на 2, не на 3 балла, а вот прям намного больше. Что интересно, матч с Оклахомой прервали и вот настоящую церемонию. Хотя там чуть-чуть до перерыва оставалось между четвертями. Да, я это в прямом эфире смотрел, следил ли ты. Наверняка вот что-то такое тоже есть. Ведь это не просто баскетбольный рекорд. Это вот мировой и спортивный, можно сказать, рекорд. Такое достижение. Да, я видел новости, что Леброну Джеймсу осталось 30 очков до рекорда. Как-то следил-следил, а сам момент уже пропустил. Ну вот, пожалуйста, да. Даже увидел, как он там из-под Уильямса. Сейчас, да, для меня и вправду эти новости были очень интересны и про обмен, и про Леброну Джеймсу. Видите, потенциальные гости наши тренерские. У нас очень полезная программа, и мы вводим в курс вообще даже тех, кто, может быть, следит, но не всегда. Ну, еще один не менее громкий обмен. Это Тарасенко в Рейнджерс, и первым броском он сделал гол, причем с паса Артемия Панарина. Да. Панарин тоже воодушевился и сделал покер этой ночью. Да, Владимир Тарасенко, а теперь в Рейнджерс. Вот Вашингтон русская команда, да, там Тампа, Сент-Луис когда-то считался. Вот он с Сент-Луиса пришел, и теперь у Нью-Йорка отличные вообще шансы на успех. Панарину, представляете, батон кинули, потому что три шайбы в хоккей забрасывают, кидают кепки. Хэт-трик, шляпа, вот здесь такое есть. А так как прозвище у нашего хлебушек, вот ему прям целый батон туда кинули. Но это весело, это шоу всегда. Вон, болельщики довольны, Мэдисон-скуэр-гарден, да, сад какой-то там. В общем, Тарасенко, Панарин, это интересно. Ой, я в своей ручке вот так вот и заползу уже. На самом деле мы переходим вот про хоккей, ты сказал, да, что очень похоже с фигурным катанием, но правда тут еще и врезаются они друг в друга. Это у Вас под музыку так утончено, а тоже врезается. На разминке, я знаю, бывает стрелки, когда не переводят, да, нечаянно, нечаянно эти курьезы возникают. Но следующая рубрика называется «От хлебушка к бублику». А почему? Ну, я так понимаю, потому что речь сейчас пойдет про теннисиста. Да, вот он, бублик! Бублика, который ломает клюшки, точнее, ракетки, как клюшки. Да, если в хоккей клюшки, то вот у него как раз ракетки. Вот он разломал первую. Он такой, так, что надо еще сделать? Еще эмоции не угасли. Он идет за вторую. Возьму, возьму вторую. Ну, а чего? Они такие дешевые, буквально 100 рублей стоят. Там сейчас дальше пойдет и третья. Песня, у тебя приходилось ли как-то избавляться от негативных эмоций, которые наверняка в процессе соревнований? Ты суперспокойный. Вот по вот этим 28 минутам, да, ты прям человек покерфейс. Но как-то вот бывает у тебя? У нас, кроме того, что инвентарь дорогой, коньки. Ракетки тоже. Они еще очень долго, бывает, раскатываются. То есть они, когда новые, они довольно жесткие, и ногу не облегают, не подходят. И неделю нужно только их подгонять под свою ногу. Коньки бережешь, если что, не бросаешь их об стену, да? Никто коньки не бросает. Ну, хорошо. Ну, ладно. Если что, есть вот ручка антистресс, можно выместить. О, бублику надо вот такую подарить. Ну, и следующая рубрика наша называется «Курьез недели» или «Глухарь недели». Дело в том, что глухарь напал на сноуборнист в Ширигеше. Вот такое забавное видео мы нашли. Кстати, Дмитрий Пустовой тоже очень любит в Ширигеше, поэтому это мог быть и он. Да, но я когда там был в прошлом году, на меня никто не нападал. Ну и глухарь тоже тут что-то криминальное такое, да? Хорошо, вот сноубордист не стал глухарем в этом зимнем прекрасном лесу. Случались ли какие-то подобные? Ну, не знаю, на льду вряд ли отвечают, чем глухаря, но тем не менее, какие-то курьезы. В том числе, может быть, на разминке. Ну, бабушкин деревне может что-нибудь такое там? Ну, если про фигурное катание, ну, бывает, что опаздывают на разминку. Опаздывают? Да. А ты сам опоздуешь? Опаздывал? Бывало, да. Меня искали, но находился. Это хорошо. Ну что же, в завершении наша главная рубрика «Прогноз недели». Как у тебя с предсказаниями? Иногда угадываю. О, давай проверим. Тут пальцем в небо чисто. Да, Дим, давай, что там завтра у нас? Так, ну, завтра у нас играет в Казахстане СКА и Борис. СКА играет в гостях. Как считаешь, с каким счетом кто выиграет? СКА – лидер чемпионата. Сразу подсказочка. Всех обыгрывали. Но в последнее время, правда, не очень. Но мы к плей-оффу экспериментируем. Борис, они на востоке, там где-то снизу. Ну, скажу, 3-1. 3-1 в пользу СКА записано. И вот это лично для меня. Кто этой ночью выиграет Супербол? Это американский футбол. Играют Канзас-Сити-Чивс. У них суперзвезда Патрик Махоумс. Келси там на приеме. Все прочее. А с другой стороны, команда, которая очень уверенно шла к Суперболу, всех выносила, всех обыгрывала. С одной стороны, это уже чемпионы. А с другой, вот такая команда, которая собрана, чтобы обыграть чемпионов. Мне кажется, ты так подкован, что ты сам ответишь на это. Как называется? Филадельфия-Иглз. А вторая, вот где Патрик Махоумс, Канзас-Сити-Чивс. Вожди. Ну, я за Филадельфию и Иглз. Филадельфия! Договорились, мы с тобой за одну команду этой ночью будем болеть. Записано, уже скоро проверим. Друзья, огромное спасибо вам за внимание и нашему. Он для нас, он чемпион России, вот правда. Одинаковое количество баллов, значит, для нас в тренерской он чемпион России. Петр Олегович Гуменник, запомните этого человека. Прекрасный спортсмен, спасибо тебе огромное. Друзья, смотрите тренерскую каждое воскресенье. Увидимся через неделю, в это же время не пропустите. Всем пока, счастливо!